Привет, хардкаверяне! С вами канал ХАРДКАВЕР! Приятного просмотра! Бэтмен, выпуск 97. Готэмский порт. Панчлайн и ее люди подготавливают бочки с химикатами для отправления их в Ace Chemicals. Вся эта химия нужна, чтобы поставить на поток новый токсин Джокера. А, кстати, я почти так же выгляжу, когда жду от Ютуба одобрения монетизации на ролик. Настолько это лотерея. Дадут, не дадут? Монетизация! Монетизация! Один из подручных девушки задает начальнице мучающий его вопрос. Начальник, нам бы охрану, раз мы везем бочки через остров Нероус. Там убивают наших. Приложив детектор лжи к горлу своего клоуна, Панчлайн просит подробностей. Бэтмен не убивает! Так это же не он. Его зовут Клоун Хантер. Он не знает пощады. Моих друзей он сжег заживо в машине. Кретины, езжайте в объезд, если нужно. Главное, уточните для себя, кого вы боитесь больше? Какого-то пацана в галстуке? Или человека, который вот-вот убьет Бэтмена? О, кстати, все хотела спросить, Панчлайн, поделись секретиком. Тебе это богатство природа подарила? Или Джокер оплатил тебе специальную операцию, так как предпочитает, чтобы у его партнера были побольше? А может, это просто специальные подкладки? Дело в том, что в юбилейнике Джокера у тебя все было в разы скромнее. А ведь это было по хронологии твое первое появление. Чисто по-женски поделись со мной, я никому не расскажу. А я для подруги интересуюсь, не для себя, нет-нет. Кинотеатр «Монарх». Бэтмен сражается с трупами людей, которых когда-то не смог спасти от рук Джокера. Токсин продолжает действовать на разум Брюса, поэтому в его глазах на него нападают полчища Джокеров, а не обычных людей. Яд слишком силен, и Уэйн не может доверять своим глазам. А потому он решает косплеить Мердока, завязав себе глаза плащом. Теперь можно не отвлекаться на рожи Джокера и без колебаний избивать трупы. Без колебаний избивать трупы. Круто звучит. Или не очень? Бэтмен впрыгивает в самый эпицентр кучи малы из живых мертвецов с нано-ботами и врубает Эмми заряд. Энергетический импульс скосил всех противников. Даже Джокер на экране заткнулся, а это радует. Брюссия выходит на улицу, превозмогая боль и усталость, где грохается на поребрик. Привет всем питерцам и гостям города! К нему подходит Квинн, которая наконец-то догнала рыцаря после их стычки в прошлом номере. Харли, ты все веселье пропустила, на тебя это не похоже. Тем временем в резиденции ужасного принца Готэма. Джокер расхаживает у бассейна с шампусиком да в трусиках. Не просто в трусиках, а в трусиках от Келвина Кляйна. Вот что деньги-то животворящие Брюссовы делают. Глаза пять! Панч Лайн докладывает своему напарнику, что есть одна проблема в Нироуз. Клоун Хантер уничтожил один из грузовиков с токсином. Более того, он продолжает уменьшать популяцию клоунов на улицах Готэма. Жакира это не очень волнует, даже скорее радует. Наконец, Хаос подарил городу не очередного героя, следующего кодексу Бэтмена, а линчевателя, который посмел подтереться с вводом моральных правил и ведет свою игру. Тем не менее, Джокер просит Панч Лайн отправить побольше своих людей, чтобы поймать хищника и прилюдно его казнить, дабы другим уроком было. А после этого можно будет разобраться и с бывшей клоуна Харли Квинн. Последнее предложение явно очень порадовало Панч Лайн. Съешь лимон, деточка, а то рожа больно довольная. Где-то в пещерах под центральным парком Готэма. Бэтмен в очередной раз очнулся. Рядышком с ним дурачится Харли Квинн. Бэтс, хорошее место, да? Это тайное местечко Айви. Я здесь не так давно приходила в себя после сложного периода с Джокером. Плющ запретила мне бывать здесь в одежде. Но мы с тобой еще не настолько близки. Подчеркиваю, еще. На, держи, выпей цветочное какао и тебе полегчает. Оно выведет из твоего организма все яды. Если вдруг у меня сломается шея, это значит напиток начинает работать. Ты скоро отрубишься, кисуль, но это хороший знак. Так яд будет покидать твое тело. Увидимся, когда очнешься. Брюс Уэйн бредет по Бэт-пещере своего разума. В ее недрах он натыкается на Альфреда, который предлагает другу наконец поговорить. Продолжение следует. Знаете, такое ощущение, будто это сюжет, завязанный на злодея Пугало, а вовсе не на Джокере. Брюс то и дело борется со своими галлюцинациями. Поймите, я вовсе не против галлюцинации. Получилось как-то двусмысленно. Короче, не слишком ли много времени Бэтмен проводит под воздействием этих галлюциногенов Джокера? Будем надеяться, что доктор Харли поставит его уже на ноги. А то сюжет развивается без участия заглавного, между прочим, героя. Слово Бэтмен даже в названии стоит, а все действие происходит, пока он валяется без сознания. Что ж, солдат спит, служба идет. Видимо, так рассудил сценарист. Ну а с вами был канал Хардкавер. Хочешь заказать комикс на разбор, смотри в описании к ролику, как это можно сделать. Подписывайся на канал, вступай в группу ВКонтакте и жди новых видео. И будь другом, поддержи канал на Патреоне и смотри ролики первым. Для патронов канала новые видео выходят на целый день раньше. И спасибо вот этим замечательным ребятам. При их поддержке выходит каждый новый ролик на канале. Спасибо за внимание и до скорых встреч на просторах Хардкаверий. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА